Метель празднику не помеха. Этого события ждали не один год. В парке 50-летия октября или в парке металлургов, как его обычно называют, впервые за все время его существования, а основали его еще в 60-х, открыли каток. Раньше главной местной достопримечательностью было озеро, на котором живут лебеди и утки. Теперь после ремонта добавилась еще одна. С осени здесь начали готовить каток, и теперь он открыт для всех желающих. Для горожан это важное событие. Давно это нужно было, потому что когда раньше было, там у нас катки молодые, когда я даже сама каталась, а теперь замечательно, что здесь. И мы все рядом живем, и очень хорошо. Я очень этого долго ждала, чтобы скорее тут открылось. Мне очень нравится, супер даже. Прямо рядышком живу. Ходим в парк всегда гулять вечером. Но это же неплохо, когда что-то покататься на коньках, на лыжах. В честь открытия на катке прошел концерт. На льду выступили юные фигуристы, вокалисты и спортсмены. Все они ученики районных центров внешкольной работы. После показательных выступлений для зрителей устроили конкурсы и дискотеку. Это долгожданное событие было, которое ждали не только мы, а хоккейные колды, которые очень просили жителей Кировского района и не только жителей города. Это наконец-то мечта общая сбылась. С сегодняшнего дня в парке начал работу пункт проката. Там есть и коньки, и лыжи. Он открыт каждый день с 10 утра до 10 вечера. Рядом есть несколько точек общественного питания, где можно купить горячие напитки и выпечку. Кроме хоккейной колды, каток залили и в аллее парка. Лед будут обновлять и чистить от снега ежедневно. Мэри Елчан, Анастасия Ярыгина, Артем Сулайманов. События.